Здравствуйте, с вами очередной выпуск активистских новостей команды Активатика и в этом выпуске мы поговорим о том, как в одной из московских школ с помощью забастовки удалось выгнать авторитарного директора. Ректор МГУ Садовничий забаррикадировался от собственных студентов, которые требовали переноса фанатских зон с территории МГУ куда-нибудь еще и о победе над черными лесорубами на Алтае. Родителям московской школы номер 734 имени Тубельского удалось совершенно невероятное, а именно сместить авторитарного директора Москаленкова со своего поста. Дело в том, что в школе имени Тубельского, которая была создана великим педагогом Тубельским, была создана специальная атмосфера, при которой голос каждого ребенка был уважаем и учитывался, в которой проводились школьные выборы и в которой дух демократии был просто очень важный, можно сказать, просто царил, и в которой пытались развить способности каждого ребенка. И вот представьте себе, что директором вот такой вот замечательной уникальной школы становится никто иной, как бывший учитель ОБЖ из Кемерово Москаленков. Что сразу стало со школы, можете только догадываться, как говорится, пропал дом, потому что первое, что сделал этот так называемый директор, он отменил школьные выборы. Ну а дальше родители забили тревогу, они создали специальный совет родительских комитетов, то есть из разных классов, родительские комитеты объединились вместе и они стали вот начиная с мая месяца на протяжении пяти месяцев каждую неделю приходить к администрации школы, приходить к директору и проводить с ними беседы, пытаясь вот свою позицию на свое видение, на педагогический процесс, вообще на атмосферу школьную донести, чтобы сохранить вот эти демократические традиции, потому что родителям было важно не просто там какой-то багаж знаний, которые вкладывают в голову их детям, но им также было важно, чтобы дети росли там нормальными, свободолюбивыми гражданами. Но, к сожалению, директор занял совершенно неконструктивную политику, потому что в глаза родителям он говорил «да-да, конечно», а потом просто втихаря делал так, как считал нужным, в одно лицо принимая решения и совершенно никаким образом ни с кем не согласуя свои действия. И вот так вот перед Новым годом он преподнес такой очень неприятный подарочек, а именно он демонтировал совершенно классный фантастический спортивный комплекс. Вот если вы посмотрите на фотографии этого спортивного комплекса, отличный спортивный комплекс, который бывает только в каких-то очень хороших, дорогих детских центрах. И вот представьте себе просто так, в свободном доступе у детей был этот комплекс, место, понятное дело, совершенно любимое. И директор, не спросясь ни мнения родителей, ни мнения учеников, вот этот комплекс в одно лицо демонтирует. Но реакция не замедлила последовать. Вот как только закончились каникулы, родители стали действовать. Действовали они таким образом, они 11 января провели забастовку, и 70% учеников вообще не пришли на занятия, школа стояла полупустая, а перед школой 150 активных родителей проводили митинг с криками позор, с криками долой. Они пытались донести до Москаленкова, авторитарного директора, свое видение его политики. Вообще действия родителей школы имени Тубейского, они меня поражают своей системностью, целеустремленностью и какой-то, знаете, вот прямо гражданской грамотностью. Потому что после забастовки родители совершенно не растерялись, у них был четкий план дальнейших действий, и они организуют совет школы. И по итогам этого управляющего совета школы Москаленков самостоятельно принимает решение уволиться. И свежая, совершенно триумфальная новость, совет школы самостоятельно подобрал кандидатуры на должности директора и его заместителя. В качестве директора хотят видеть Константина Фокина, это социальный предприниматель, блестящий человек с огромным опытом управленческой работы, массой интересных научных, образовательных и других проектов. Фокин работает председателем управляющего лицея номер 1580 при МГУ Баумана, он является выпускником Академии народного хозяйства при правительстве РФ, школы управления университета Кренфильд, между прочим, Великобритания, и является студентом школы госуправления окружающей среды университета Индианы США. Ну вот так вот родители решили, что лучше директором школы будет вот человек с британским и лучшим российским образованием, чем преподаватель ОБЖ из Кемерово. Ну, наверное, они имеют на это право, в конце концов, они налогоплательщики. И на сегодняшний день документы Константина Фокина уже поданы в департамент образования Москвы для прохождения им аттестации. Ну что же, родители школы Тубельского хотят видеть в качестве директора своей школы для своих детей, выпускника Великобританского учебного заведения, а не бывшего учителя ОБЖ из Кемерово. И как налогоплательщики, при этом активные граждане с активной жизненной позицией, мне кажется, они это право вполне заслужили. И вот на сегодняшний день документы нового директора, которого уже назначили сами родители, отправлены в департамент образования Москвы для прохождения им аттестации. Надеюсь, он успешно пройдет аттестацию. Вообще, совет родителей школы имени Тубельского сейчас бы очень-очень пригодился бы студентам и аспирантам МГУ, которые пытаются отбиться от такой удивительной провластной инициативы, а именно организовать на территории МГУ во время проведения чемпионата мира по футболу фанатской зоны. Вообще, чемпионат мира по футболу для россиян оборачивается каким-то стихийным бедствием. В одном из недавних выпусков дайджеста «Активатики» я рассказывала еще об одной такой удивительной провластной инициативе, а именно о массовом убийстве кошек и собак, вот ровно к чемпионату мира по футболу. А теперь вот со своими удивительными властными инициативами добрались и до МГУ. Но студенты не просто так не хотят, чтобы клуб фанатиков футбольных располагался на территории Московского государственного университета. Дело в том, что аналогичное мероприятие уже проводилось в МГУ, и было это чуть менее года назад, в марте прошлого года. Тогда на территории университета состоялось федеральное, широкомасштабное, политическо-развлекательное мероприятие в честь юбилея присоединения Крыма. И вот ради этого мероприятия уничтожили стариннейший и известнейший цветник с пионами на университетской площади. Но студенты недовольны тем, что на время массовых мероприятий жизнь их превратится в ад, и что невозможно будет ненормально учиться и ненормально отдыхать. А я напомню, что чемпионат мира по футболу приходится как раз на сессию, и людям вообще-то нужно в это время как следует продуктивно поработать. Вот студентов понять можно. И они начали сейчас настоящую кампанию за то, чтобы перенести вот эту фанатскую зону с территории МГУ куда-нибудь еще. Ну, например, куда-нибудь ближе к Кремлю. Ну или на худой конец, на ВДНХ. Что для этого сделали студенты? Они попытались добраться до ректора, до Садовничева и поговорить с ним на эту тему. И, в принципе, это нормальное и совершенно невинное желание, оно вдруг встретило какой-то, ну, совершенно невероятный отпор. 21 февраля, когда студенты пришли к ректору Садовничему, то они выяснили, что, оказывается, лифты-то не работают, и девятый этаж, на котором сидит Садовничий, забаррикадирован и охраняется ЧОПом. Сейчас студенческое сообщество МГУ организовало сбор подписей за перенос фанатской зоны с территории МГУ куда-нибудь еще, и буквально за два дня было собрано более четырех тысяч подписей. У студентов МГУ есть отличный шанс на победу, ну, потому что активная жизненная позиция, она всегда побеждает. Например, так, как это сейчас происходит на Алтае. На Алтае 24 февраля в селе Турчак состоялся митинг, с которой собрал более двухсот человек, и туда приезжали люди из разных мест. Вообще, 200 человек для села очень даже неплохая цифра, это довольно много для этих мест. Основное требование митинга состояло в том, чтобы спасти лесогорного Алтая от черных лесорубов, от массовых вырубок реликтовых деревьев и защитить исконные земли коренных народов. Народ собрался, несмотря на то, что буквально на днях 18 февраля был сожжен дом активиста Владимира Шевцова, который активно выступал против вырубок. Самому Владимиру удалось просто чудом спастись из горящего дома, он просто выпрыгнул в окно. А за пять дней до поджога, 13 февраля, Владимир вместе с инициативной группой провел очень эффективную акцию перед зданием представителя президента в Новосибирске. Активисты утверждали на этом мероприятии, что хищническая вырубка реликтовых деревьев в районе заповедного Телецкого озера оказалась возможной исключительно потому, что силовые структуры бездействуют. Снос леса на обширных территориях проводился в горном Алтае под видом расчистки от кустарников, но на самом деле вырубались не кустарники на арендованных землях сельхозназначения, а вырубались на самом деле реликтовые деревья, старинные деревья, которые затем шли на продажу, в том числе и в Китай. И сразу после акции инициативную группу пригласили в полпредства, а затем вообще направили на место высокопоставленную комиссию во главе с федеральным инспектором по Республике Алтай. И благодаря вот этой активной общественной кампании федеральный инспектор дал указание о прекращении вырубки и пресечении перевозки древесины. Кроме того, комиссия наложила обеспечительные меры на 11 земельных участков сельхозназначения, и по поручению главы Республики Александра Бердникова инициировала разработку документальной базы для перевода данных земель в особо охраняемую природную территорию. Вообще особо охраняемая природная территория – это отличный статус, который, конечно, защитит реликтовые деревья горного Алтая. Отрадно, что активистами становятся учащиеся школы, студенты и аспиранты. Потому что будущее-то за ними. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова